Сегодня в числе первых в выборах приняла участие глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Встав пораньше, придя на избирательный участок, руководитель города подала пример и выразила свое ответственное отношение к выборам. Очень важно сегодня прийти на участки и проголосовать, и выбрать наше будущее. Я уже свой выбор сделала, поэтому приглашаю всех жителей города присоединиться и прийти на выборы, и проголосовать за будущее Обнинска и всей нашей страны. Во дворце спорта «Олимп» с утра достаточно оживленно. Кабинки для голосования не пустуют. В процедуре приняли участие Николай Скворцов, Александр Тружков, представляющий спортивную элиту Обнинска. Выборы президента – это такой выбор, который определит будущее нашей страны, ее экономическую, социальную, политическую политику. И это коснется каждого. Поэтому каждый должен прийти и проголосовать. Ждем вас всех на нашем избирательном участке в «Олимпии», на всех избирательных участках Калужской области и нашей любимой России. Всего в Обнинске 42 избирательных участка. В этом году «Гласса» будет подсчитывать электроника, и называется это «Электронный комплекс обработки избирательных бюллетеней». В нашем городе системы используются впервые. На каждом участке работают по два обученных оператора, которые в случае необходимости подскажут, как обращаться с техникой. На другом избирательном участке, расположенном в средней школе номер 4, с утра вместе с жителями голосуют работники Обнинского предприятия – инженеры, рабочие, научные сотрудники, руководящий состав. Свой выбор сделал генеральный директор ОНПП «Технологии» имени Ромашин Андрей Силкин, проголосовав вместе с представителями трудового коллектива на участке 2008. У нас предприятие работает на полную мощность. Тем не менее, многие наши сотрудники в сегодняшний день начали с того, что пришли на избирательный участок. Пришли потому, что их голос как никогда нужен нашей стране. И в этом мы едины с многими другими, кто сегодня уже на избирательном участке. На работу прийти с небольшим опозданием – сегодня это даже приветствуется. Миссию выполнил и снова за выполнение плана по выпуску продукции. Голосование – это святая обязанность каждого гражданина. Особенно это касается сотрудников оборонных предприятий, которые работают на благо нашей страны. Поэтому мы специально пошли, как сказать, поощряем всех сотрудников, которые начинают свой рабочий день выборы с выборов. Голосовать могут все дееспособные граждане России, достигшие возраста 18 лет. Кстати, для тех, кто приходит на избирательный участок впервые, в Обнинске подготовлены небольшие подарки. Первый раз голосую – это очень волнительный и ответственный шаг. Я, как член страны, действительно считаю, что мы сами выбираем свое будущее. Прямо на избирательных участках жители Обнинска смогут также проголосовать за территорию для благоустройства в следующем году. Этим правом могут воспользоваться горожане, которым исполнилось 14 лет. В этот раз на голосование выставлены улица Жоли Кюри возле салона бракосочетаний, сквер Зады Кафеи в Старом городе, территория между домами 104 и 108 по проспекту Ленина в районе торгового центра и стоматологической поликлиники, а также небольшой скверик у детсада «Сказка» на улице Гагарина. Для того, чтобы проголосовать на избирательных участках во время президентских выборов, необходимо обратиться к волонтерам в жилетах с надписью «Город первых». Одновременно с выбором территории для благоустройства можно принять участие в тематической викторине. Она тоже пройдет в дни президентских выборов на избирательных участках. Нужно будет ответить на 3-4-5 вопросов о нашем городе, и можно выиграть неплохой приз – брендированную футболку, сумку для покупок, умные колонки, умные часы, беспроводные наушники, даже ноутбук или кофемашину. Обладатели призов будут выбраны случайным образом 21 марта. А еще жители Обнинска могут предложить названия для новых остановок общественного транспорта. Выборы – очень важные и полезные занятия во многих отношениях.